Молдавская энергетическая зависимость Перебоев электричества в любой момент может отключиться Поэтому будьте милосердны Это форс-мажор Такой ситуацией мы сегодня работаем Итак, электричества сегодня вообще не было около часа На большей части территории Молдовы До сих пор еще не всем Дали такая беспрецедентная ситуация Наблюдались перебои с интернет-связью, с телефонной связью Не было воды Сейчас в домах холодные батареи Опять же школы, поликлиники, магазины Кроме того, Кишинев стоял в жутких пробках Не работали светофоры Банкоматы не функционировали Ну и так далее За время отсутствия электричества И всего, что с ним связано Граждане передумали многое Паника опять же Начнем с технической составляющей Потом поговорим о заявлениях первых лиц В частности президента Вице-премьер Спыну Объяснил ситуацию аварийным отключением ЛЭП Исакча Вулканешты Молдгресс Как и 15 ноября в результате обстрелов Энергосистемы Украины То есть, надо понимать У нас единая энергосистема Или мы входим в общую европейскую сеть ЕНСО, так называемая В результате резкого падения частоты В электросети произошла автоматическая разгрузка Как только напряжение появилось Электричество восстановилось И тем не менее у граждан множество Вопросов, один из которых Не платит ли Молдова румынскую цену За украинский Уже говорю За украинское электричество Отключилась ли электроэнергия В Румынии, Болгарии, Польше В Венгрии И если все так чисто и транспарентно Почему после 15 ноября Отключены данные О перетоках Молдэлектрики Ведь именно они дают возможность узнать Что, как и куда идет Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, ваше личное ощущение За этот долгий час без электричества Это, конечно, неприятно Прискорбно Что мы оказываемся Такой побочной жертвой Событий войны Этой, которая происходит на территории Украины Я думаю, это только начало Будет еще хуже, к сожалению То есть это все не прекратится Когда все это закончится Никто не может сказать И чем закончится А да, как обнадеживающе Ну, это так Надо признавать реальности Потому что Об этом пишет вся мировая пресса Вот вопрос Что каждый для себя считает Победой и завершением этой войны Ответа ни у кого нет Когда это все закончится Никто не знает Россия выбрала Методы, которые выбрала Разрушает энергетическую инфраструктуру Украины И это нас тоже цепляет Это как бы внешний фактор Теперь о внутренних делах Объяснение по таким проблемам Должен давать, конечно, не спыну То есть он вообще ничего не понимает Не смыслит в этих технических вопросах Должен выйти какой-то специалист По электроэнергетике И четко объяснить Что произошло Как эта система работает Откуда мы получаем электроэнергию По каким ценам Директор молдой электрики хотя бы Директор молдой электрики Или пусть какой-то профессор Технического университета Который в этом разбирается Спинон ни в чем не разбирается И когда он пишет вот эти свои посты Что про газ, про свет Это напоминает, знаете, Шуры Балаганова Когда он показывал, писал Эквитанции есть Примерно так он себя ведет Как какой-то аферист То есть мы не получаем разъяснений Квалифицированных Что происходит, что нас ждет Вместо этого мы слышим Громкие политические заявления Которыми пытаются прикрыть Нерешение вот этих вот сугубо В общем-то технических И экономических вопросов То есть вот такая ситуация Я бы хотел услышать Объяснение того же директора Молдавской ГРЭС Директора молдой электрики Раньше был департамент энергетики Я помню в составе правительства А когда выходит вице-премьер Который занимался в жизни чем угодно Но только не энергетикой И начинает объяснять Что происходит вообще То веры этому как-то мало Господин Чурик Какие вопросы у вас возникают Или на какие вопросы Вы бы хотели услышать ответы от власти Ну я был солидарен с теми Которые спрашивали в соцсетях о том Что как это так может быть Мы покупаем электричество в Румынии Взрывается в Одессе И мы от этого страдаем Понятно, что частично были даны ответы и ранее Но все равно полной ясности нет Что там из каких-то трех линий Одна идет прямо на Румынию Чисто на Румынию А там остальные задевают Насколько я понимаю С севера идет 4 линии из Румынии Но задействованы только 3 И они очень слабые Там такое напряжение Переток слабый Они нам не помогают И все замешано на Украине Более того В Румынию поступают Вот таким образом через Украину То есть чем больше Ну понимаете, если я начну объяснять вот эти темы В которых я совершенно ничего не мыслю По физике у меня была не самая лучшая оценка в школе То это будет смешно Поэтому я и не пытаюсь Но в принципе Поэтому я и вам и задала вопрос На какие вопросы вы хотите услышать ответ? Но ответ я... Но понять я все-таки смогу Если кто-то квалифицированный И который сможет простым языком объяснить Вот эти технические моменты Я думаю, что я разберусь в этом и пойму И этого непонимания есть у большинства людей Которые сейчас уже понимают И я согласен с господином Чебошенко Что нас ждет вот очень сложно Я подтверждаю то, что говорит премьер Габрицы Да, но ждет холодная, сложная зима Но как-то мы говорим с разными интонациями Ну не важно Все капитаны очевидности у нас Да, у премьера какой-то фатализм Да, вы понимаете, вот война Так господин Мариан объяснил Фатализм связан с тем, что... Да, а у нас есть ощущение, что этого можно было избежать И находить приемлемые решения путем переговоров Но не захотели И сейчас вот идут эти... Меня больше все раздражает Кроме отсутствия объяснений со стороны специалистов Конечно, объяснения политиков Которые хотят нас убедить Что вот этого невозможно было избежать И что так это предрешено Ввиду нашей смелости, нашего мужества Нашей готовности платить за свободу Вот именно таким путем Проблема в том, что платят люди, а не политики Они сегодня спокойно поехали в Единске В Единске, да Там свет был, да И еще такое было какое-то забадное Проблемы заседания, правительство все в порядке А здесь кишиневцы, конечно же И не только кишиневцы Я представляю, что жители почти всей Молдовы Но в данном случае я почувствовал Как чувствует себя кишиневцы Я бы не сказал, что паника Была это еще, я бы так сказал Предпаническое состояние Но состояние было такое Слушайте, ну как тут не паниковать Когда ты понимаешь, что нет электричества Не работают насосы, значит нет воды Нет электричества, значит нет опять же насосов Нет у нас отопления, кстати В домах до сих пор не появилось отопление То есть от электричества зависит все Уже думаешь, бог с ним, с газом Дайте электричество хотя бы И еще момент интересный Ну, насколько он интересный На столичных дорогах мы наблюдали полнейший коллапс В больнице скорой помощи была отключена Вот были фото Хотя странно, должна быть подстанция своя Вот где резервы на такие случаи Почему не было патрульных, дабы управлять движением транспорта В этот момент, если не ошибаюсь Недели две-три назад Руководители правительства Они обещали, что Что бы ни происходило там вокруг нас Мы не оставим наших граждан Без тепла, без света, без газа У нас есть резервы там У нас сети подключены туда У нас все работает То есть они обещали, что Люди будут обеспечены элементарными коммунальными услугами Сейчас мы видим, что Они не выполняют свои обещания А вместо этого делают действительно какие-то заявления Валят все на войну Хорошо Если ты Майя Санду на этой неделе опубликовала То есть об этом надо сказать, наверное Большую статью, такую программную В своем роде В журнале «Политика» Она была приурочена к этой встрече доноров в Париже И она там дословно сказала Я просто удивился Она сказала, что Европе Это цитата дословно Европе нужна Молдова Которая будет поддерживать Украину в войне То есть я не понял Кто ей дал вообще такие полномочия Формулировка такая Где говорится об этом в президентской присяге Которую она принимала Что государство, главой которого она является Должно Такие отношения выстраивать с Евросоюзом Чтобы это государство могло поддерживать Украину в войне То есть она однозначно сказала то, о чем все догадывались О том, что эта власть находится в этой войне на стороне Запада и Украины Но это, как говорится, их мнение Мандаты на это им никто не давал И вот недавно тоже было опубликовано два интересных опроса В Бухаресте и в Кишиневе Об отношении граждан к вопросам безопасности И в частности к войне на Украине Румыны те сказали, что 70% румын сказали, что они За скорейшее завершение этого конфликта Даже ценой территориальных уступок Со стороны Украины То есть они, пусть украинцы там Отдают все, что хотят Лишь бы у нас тут не было войны У молдован еще интересней Значит, на вопрос Если Россия завтра нападет на Молдову Что вы будете делать? 67% сказали, надо срочно договариваться с Россией будет 6% сказали, что надо сдаться И только 17% сказали, что они будут воевать То есть настроения совсем другие Идут вразрез с геополитикой Да, у них, понятно, это их Вот это идеологическое Такой курс у них И они пытаются навязывать Это всему Я найду объяснение Объяснение, как бы понятно Да, мы все находим объяснение Но хотелось бы все-таки его донести В более таком Выраженной форме Все дело в том, что они пошли просить деньги У Запада А у Запада очень четкая позиция Получает деньги только тот, который поддерживает Причем на самом деле поддерживает А не только такими декларациями абстрактными Украину И поэтому Майя Санду понимает Что ситуация очень сложная Финансовая Это очень похоже на то, что делал Плохотнюк В свои последние дни правления в Молдове Когда он отдал и посольство поменял И стадион отдал И посольство в Иерусалим Все Да, да, да Посольство в Иерусалим Перенес А там лишь бы сделайте И не пускал российских журналистов сюда Лишь бы сделайте так, чтобы это было нам выгодно Вот в данном случае Майя Санду практически отдает все Взамен вот этих денег Которые очень необходимы Грошей дали То есть Та же Гаврилица говорила Где-то о 500-600 миллиардов Нику Папеску Миллиард 100 миллионов Вы складываете И я честно говоря Вот зная примерно Сколько надо на эти компенсации Я ожидал, что где-то полмиллиарда Но 100 миллионов Это просто издевательство Это вообще ничто Это 100 миллионов На миллион семей По 100 евро На одну семью Относительно компенсации Мы уже с вами узнали Что те, кто не зарегистрировался За ноябрь получат Согласно своим представленным отчетам Так сказать А за декабрь будут причислены К низкой уязвимости 100 миллионов Группа доноров Макрона Если не зарегистрировались А послезавтра 25-е Так что думайте еще Ну раз уж мы затронули Заявление госпожи Александру Мы еще, кстати, к ним вернемся Попутно Европарламент Принял решение Признать Россию Государством Спонсором терроризма Вот как на нас Это все отразится Господин Чувашенко На нас, как Молдова Это государство Кандидат в члены Европейского Союза У Европейского Союза Есть общая политика Безопасности Общая внешняя политика И общая оборонная политика 27 государств Евросоюза И 4 государства Кандидата из 7 Признаны Россией Недружественными Фактически вражденными Государствами И даже государство Кандидат Оно должно идти Фарватере общей политики Европейского Союза Включая санкции И все остальное Подтверждением этому Стало Тоже не 10 назад Борель об этом объявил Был объявлен План Евросоюза О создании Транспортных коридоров В том числе Молдови и Украины Перевод рельсов На европейские стандарты Строительства мостов Расширения дорог Двойного назначения Борель говорил прямо Вот это тоже цитата Что мы должны Развить эту инфраструктуру В Молдове и на Украине Для доставки Скорейшей доставки Вооруженных сил Военной техники И боеприкасов Конец цитаты То есть вот это то Что как бы они В чем они видят Роль Молдовы И при этом Дают еще какие-то Подачки в 100 миллионов Которых ну вообще Ни на что не хватит То есть А то что там Евросоюза с Россией Ну да понятно У них как бы У них враждебные отношения У них война фактически Господин Чурик Как решение Европарламента Отразится на Молдове? Ну в принципе Многие страны Приняли такие И организации Приняли такие решения Все три прибалтийские страны Приняли такое решение Еще летом И осенью В начале осени этого года Сначала Литра Потом Латвия И Эстония Потом парламентская Ассамблея НАТО Приняла такое решение Сейчас парламент Насколько я понимаю Парламент Это был Евросоюза Европарламент Да Европарламент Ну к нему конечно Отношение Такое более особое Он С моей точки зрения Парламент Это более Больше такая Трибуна С которой В Евросоюзе Выкрикивает Политические лозунги Наиболее серьезные Организации Это все-таки Комиссия И Совет Европы Но парламент В праве Принимать такие решения Я Думаю Что Нас будут Нас будут Тоже Просить Убеждать Но в принципе У нас есть возможность Отказаться От принятия Вот такого Решения Которое вызывает Конечно же Раздражение Москвы И я очень надеюсь Что наши Удержатся Все-таки Наша власть Удержатся От Смотрите Новость Последних минут Европейский парламент 23 ноября Принял резолюцию Предусматривающую Новую стратегию Расширения Евросоюза Как сообщил Небезызвестный Евродепутат Зигфрид Моришан В документе Европарламентарий Призывает Ускорить Вступление В ЕС Тех стран Которые Четко Демонстрируют Свои Европейские Устремления Например Молдова Это Европарламентарий Это Зигфрид Моришан Необязательные Эти резолюции К исполнению Он Лоббист Конечно Интересов Молдовы И нынешней Власти И поэтому Ну тогда Не будем на это Терять время То чтобы Россию Вот так Придали Этот статус Поддерживающий Террорист Страны Поддерживающий Террорист Поэтому Вполне возможно Что и у наших Политиков Находящихся Во власти Появится Такая идея Но я думаю Что Все благоразумие Расслужит Все-таки Они должны Быть тогда Последователями Если они Объявляют Такой статус Они должны Прекратить все Отношения С подобным Государством А они Вот было Объявление Что Польша Запросила На следующий год Три миллиона Тонн нефти У России Сейчас Перед объявлением Потолка На нефтепродукты Все европейские Компании Пытаются По максимуму Затариться Российской Соляркой Они Продолжают Торговать Тот же самый Газ Вы представляете Допустим Сусамой Бен Ладена Они его Объявили Террорист Они у него Покупают Нефть Газ Удобрения Зерно Это вполне Характерно Для некоторых Фарисейская Такая позиция Западная И все-таки Вернемся К дню сегодняшнему Я начала разговор О коллапсе Господин Чурев Мы находимся В ситуации Чрезвычайной В области Энергетики То есть В любой момент Может случиться Все что угодно А в частности Отключение Электричества И тем не менее Мы наблюдали Сегодня в городе То что мы наблюдали Никаких патрульных Что это было Как регулирует Кризис Почему полиция Не была поднята Для того чтобы Как-то Ситуация Есть Стойкое ощущение Того что Власть еще не знает Как регулировать Такой кризис Но это естественно Все-таки Такого Не случалось Давно И я думаю Наши власти Просто потеряли Я не говорю Даже про политиков Я говорю про технорей Которые находятся На более низком уровне У меня есть такая информация Что в определенных Стратегических предприятий Не буду их называть Но все Сегодня не работало То есть комиссия ПЧС Может принять решение о том Что охрана Випперсон Может провозить оружие И применять его По назначению А в отношении Это еще не разработано Никаких Спецназ Может быть у них есть Какие-то инструкции Но они не работают Потому что Все работали сегодня В авральном Хаотическом режиме Из того что мы наблюдали Мы еще позванивали Кое-какая информация Проходила И практически Ничего не работало Хотя это опять естественно Первый раз Это случается Нужно сейчас Наработать Определенные подходы И этим должно Сейчас Этим должно заниматься Правительство И президенты Все политики Которые находятся В власти Они должны найти Решение Как дальше действовать В таких ситуациях А если они будут Просто посылать Месседжи Западу Что вот опять Россия Ударила по Одессе И погибли люди Разрушенная инфраструктура И мы страдаем Да эти деньги То вот именно Таким подходом Они ничего не решат И в любом случае Что бы ни происходило Там в мире Там в Антарктиде В Украине Или еще где-то На этой территории За все что здесь происходит Отвечает действующая власть По конституции Есть правительство Глава государства Есть там Весь парламент Все остальное Они должны отвечать Чтобы здесь Была налажена Нормальная жизнедеятельность И нормальная жизнь людей А они Как бы не могут это сделать И ведут себя Как какой-то Детский сад И жалуются Что значит Все им мешают И не помогают И Зачем вас тогда Выбирали и назначали Чтобы вы решали проблемы И делали что-то для людей Ну вот хочу вас спросить Как будут решаться проблемы Директор МОЛД электрики И профильные эксперты К слову Говорят Что если продолжатся удары По украинской критической инфраструктуре То света не будет И в Молдове Ибо пропускная способность Как мы уже говорили ранее Трех из четырех рабочих линий Из Румынии слишком мала Какие бы объемы Не была готова Предоставить нам Европа Какие будут Прогнозы По повторению ситуации С Бэкалтом Может быть Как-то все-таки Найдут выход Из положения Не будем забывать Что в украинских Газохранилищах Есть Газ Наш Предназначенный На Молдове Это не так говорят Они знаем Что-то Есть По крайней мере Они так говорят Можно было бы Прибавить Возможно Мощности Молдавской ГРЭС Сейчас она работает На одной мощности А их всего Не пять Не знаю Не берусь Сказать Но их больше Застраховать Молдову От блэкаутов Вот вы говорите О том Что нужно предпринять Что-то Как-то Молдавская ГРЭС Может обеспечить Электроэнергией Всю Молдову Весь юг Украины Еще Болгарию С Румынией Она так строилась 12 энергоблоков Мощнейших 12 энергоблоков Они реально Работали Максимум 4 Последние 20 лет Работал Но они Почему-то Не хотят Иметь Вообще Никакие отношения С Молдавской ГРЭС Они Я так понимаю Туда газ Не идет Приднестровье Ну Это как бы Вот эта тема С газом Можно поговорить Приднестровье Обвиняют Что оно не получает Газ То есть Это Самый такой простой И логический Выход У тебя на территории Страны Они же Мы же считаем Приднестровье Это Молдова Молдова Да И неоднократно Об этом заявляют И там живут Наши граждане Молдавская ГРЭС Зарегистрирована Регистрационной палатой В Кишиневе Там имеют все лицензии То есть Почему с ними договориться Молдова Газ Тоже молдавская компания То есть Я не понимаю Почему они разорвали Все отношения С молдавской ГРЭС И это Просто решает Проблемы С электричеством Вообще Самая дешевая Электроэнергия Сейчас тариф Он Уже раза в два Вырос точно За последние полгода Давайте для начала Разберемся Почему Россия Сократила Поставки газа До 50% Молдове Все Они не объяснили Но Можно предположить Что Мы конечно можем Давать газ Где эти объемы Чтобы мы поставляли То что было реально То есть Газ на территорию Украины Закачивается Через несколько точек Одна из таких точек Которая находится На территории Луганской области Прекратила принимать Газ из России Потому что Украина отказалась Это делать Где-то Одна треть Шла через Вот эту Газоизмерительную станцию И Россия на одну треть Сократила транзит Через Украину Где-то до 42 миллионов Кубометров В сутки И я так понимаю Что соответственно Молдова получала Где-то 8,6 миллионов Сейчас 5,7 В последнее время И вот эта вот Одна треть Примерно Она и получается Вот то что должно было Заходить со стороны Вот этой Луганской области Она сейчас не заходит Произошло И Заявление Последнее Газпрома То есть Мы видели Четыре заявления Которые вообще Как-то Не складываются В какой-то пазл Сначала Газпром сказал Что газ оседает На территории Украины Назвал объемы Что часть не оплачивается И Газпром С 28 ноября Если это не прекратится Он сократит Вот на то Что там осталось На этот объем Сократит поставки газа Потом появилось Заявление Нафтогаза Он сказал Что То что Да там остается Молдавский газ Но это Виртуальный реверс И Молдова Хранит Свой газ В украинских Подземных Газовых хранилищах Что такое Виртуальный реверс Это По бумагам Газ доходит До молдавской границы И как бы Возвращается В украинские Газовые хранилища Физически Он не идет Бумаги Там Носят туда-сюда А газ Вот он где-то По дороге Останавливается И закачивается В эти подземные Газовые хранилища То есть Такая Форма работы Не предусмотрена Действующим контрактом С Газпромом Там сказано Я сегодня посмотрел У меня вот здесь есть Даже контракт Что Газ поставляется На условиях Доставка До пункта назначения На границе Украины и Молдовы То есть Вот туда газ Должен быть доставлен Физически А он не доставлялся И Газпром Делает такое заявление Потом появилось Заявление С Пыну Который сказал Что это наши резервы То есть Непонятно Чьи резервы То есть У них есть Какой-то собственник Это вот чей газ Молдова газ Энергокома Какие там контракты Были подписаны Может это вообще Какой-то уже Украинский газ Или европейский газ И наконец Появилось заявление Председателя Правления Молдова газ Который Там что-то Сложно Все объяснял Но в принципе Он признал Что газ не доходит Остается там Но когда надо Мы его заберем Вот Ничего не понятно Что на самом деле Происходит Ничего не понятно Я следила Ждала Прямо вчера Чтобы они Как-то прокомментировали Прокомментировали Вот эти Разные заявления Но Мне кажется Нафтогаз Он проговорился С этим виртуальным реверсом Они Не ожидали Это подставка Но все равно Непонятно Все-таки Это чей газ Этот газ При виртуальном Реверсе Он молдавский Мы можем его использовать И ввозить Вновь в Молдову Когда у нас Возникают проблемы Или это уже Не Спайно говорил Что Давайте я процепирую Так что Это важно Запасы газа Он говорит 200 миллионов Они делаются Компанией Энергоком И как получается Газ подошел Для Молдова Газ Не дошел И где-то там По дороге И превратился В газ Что это ложь Молдова Газ И вице-премьер Прокомментировали Как я уже сказала Лишь на следующий день То есть не вчера А сегодня Спыну заявила Не об основанности Заявлений Газпрома Те объемы газа Которые российский концерн Считает осевшими В Украине Он назвал запасами Кишинева На зиму Подчеркнул Что таким образом Москва пытается Оказать давление На молдавские власти Цитирую Для ясности Весь газ Поставляемый В Молдову Попадает в нашу страну Весь газ Поставляемый На правый берег Оплачивается И будет оплачиваться Нами Те объемы газа Которые Газпром Называет оставшимися В Украине Это наше сбережение И запасы Хранящиеся в Украине Написал Какие объемы И да еще Пятое заявление Красносельского Он сказал Что это Газ который должен был Попасть в Приднестровье В том числе На молдавскую грязь Ну вы меня не обижены Что Молдова не дает Да То есть И Объяснение Что Нам не нужно было Столько газа И поэтому Мы его там оставили А это уже сказал Господин Чебан Глава Молдова Газ Но при этом Красносельский говорит Нам нужен газ Почему вы нам не даете газ Первой половине ноября Часть газа Предназначенного Для Молдовы Закачали в хранилище В Украине Это связано с теплой погодой Которая наблюдалась В октябре В связи с чем Отопительный сезон Начался позже Вот по словам Чебана Это позволило Избежать дефицита Голубого топлива Во второй половине ноября Что это за кино Вообще Это понятно Что мы не Используем этот газ И решили его Мутная схема Да Ну я не говорю Про юридические моменты Но в принципе Мы его заканчиваем Заканчиваем Про запас Так мы думаем По крайней мере Это было бы Так нам представляется Да Это было бы естественно И мы будем его использовать Тоже мы так думаем Когда настанут холода Когда что-то не будет Не хватает Вот у нас эти резервы Когда Россия нам не будет давать Мы эти резервы Будем использовать Там 200 миллионов Да 200 миллионов кубометров Да То есть Ну это Нам хватит На Больше месяца Я думаю На почти два месяца Ну насколько убедительны Комментарии Господина Спыну Господина Чебана Ну не верится Потому что Как говорил Господин Чебашенко Пазл не складывается Схема Какая-то схема там А все эти объяснения Они Вот ясно Что То что сказал Газпром Мы даем Один объем А в Молдову Заходит другой объем Меньше Значит это Оседает Это все понятно А что происходит С этим газом И чей он Самое интересное Вот это Неизвестно И Некоторые считают Что вообще Молдова Будет продавать Этот газ Или продает Да Уже продает По Рыночной цене Так сказать Что в принципе Опять неплохо Как бы Но Мы о том знаем Или не знаем Кто-то наживается На этом Име Но Сейчас Это конечно Просто предположение Но Его нельзя Исключить Зная повадки наших политиков То что мы читаем В этих Мы понимаем Что ситуация Архи сложная Мы должны услышать Комментарии Сразу по факту Газпром Сделал заявление Господин Спыну Тут же должен был Отреагировать Я слежу за событиями Господин Спыну Тут же обвиняет Господина Чабана Я имею ввиду Мэра города У него своя повестка Почему мы вообще Узнаем об этом От Газпрома И Нафтогаза Что вот такая схема Существует Почему Нафтогаз Отвечает Газпрому А не как Они закачивают Оказывается Российский газ В резервы При том что Спыну до этого Рассказывал всем Как здорово Мы покупаем В Европе Как нам помогают Наши европейские партнеры Это оказывается Тот же самый Российский газ Но почему мы Узнали об этом Да он сказал Про первый реверс Который совершила Молдова И вы видите Что это возможно И это газ Не российский Это его слова Мы понимаем Что этот газ Российский Все таки И это виртуальный Реверс О котором Прямо сказал В принципе Нафтогаз Но он не должен был Сказать То есть мы Вот в такого рода Программах Пытаемся выяснить Что вообще происходит Это не артикулирует Нам какие-то заявления Какие-то комментарии Бросают непонятные Я например Ничего не поняла Потому что Остались множество Вопросов Без ответов И в итоге Напрашиваются Такие выводы Может это тот же Российский газ Только за другими Подозрения И даже уверенность Что кто-то на этом Хорошо нагревает руки При всем Происходящем Ну не может Не закрасть Такая мысль И вообще Когда господин Спынов говорит о том Что вместе Мы зарабатываем Разрабатываем Свою энергетическую Независимость О какой независимости Может идти вопрос Но если так Уже серьезно В период кризиса Господин Чурин Да Этот вопрос Можно решить Потом Сейчас нужен газ И как можно дешевле И самым таким Достигаемым способом Легко достигаемым способом Поэтому мы должны Ориентироваться На тех Кто может решить Эти проблемы Потому что появляются Эти вопросы Мы должны что-то сейчас Построить Какие-то Линии Электропередач Но все это мы сделаем потом А нам нужно пережить Сейчас Эту зиму Поэтому нужно решать Самым таким Простым способом Простецким Способом Для того Чтобы пережить Эту зиму А мы этого не видим Нам уже понятно Что наше правительство Говорит о том Что зима будет тяжелой Она в этом абсолютно уверена Потому что По-моему Они не видят Способов решения Вот этих Кризисных моментов Та же Санду Сказала Что 65% Доходов Молдаван Этой зимой Будут потрачены На оплату Энергии А депутат Раду Бариан Сказал Что скорее всего Повысятся тарифы На электроэнергию В том числе А кроме энергии То есть Это не последнее Повышение Как может быть независимым Человек Который зарабатывает Допустим Ну условно говоря Тысячу лей Из них 650 Тратит на счета А ему надо еще Поесть Одеться Купить лекарства И что-то там Еще сделать Это не независимо Это раб вообще Нищеты Холода Бедности И Это вообще Совершенно Нельзя говорить О независимости Такого населения Способ достижения независимости Он в принципе понятен Зависимость от России Зависимость от России Лечится Зависимостью от Запада То есть Те проблемы Которые у нас возникли С Россией Мы будем решать За счет Тех денег Которые нам будет давать Запад И отсюда Вот эта встреча Партнеров Молдовы В Париже Отсюда Вот эти Займы И гранты От Евросоюза Мы правда Еще не знаем Как их слагать Как их умножать Убавлять Или добавлять А американцы Что-то дают И вот Получение Независимости А цена вопроса Это Насколько я понимаю Миллиард С чем-то С хвостиком Долларов Или евро И вот этот Миллиард С чем-то Мы должны собрать Для того Чтобы достичь Независимости от России Но проблема В том Что вот Собирая Эту сумму Мы все более Более Попадаем В зависимости От Запада Поэтому И эта Зависимость Ничем не Лучше Или не хуже Я даже Не знаю Как сказать Но Но в принципе Мы попадаем В другую кабалу Не Но эта помощь Она на самом деле Не помощь То есть Они говорят Эти деньги Нужны для закупки Энергоресурсов Они будут покупать Очень дорогой Электроэнергию Газ В Европе И давать Эти несчастные Символические В общем-то Компенсации Покупать-то будем В Европе Да И они Европейскими деньгами Будем расплачиваться За европейские Газы Электрические Поступят в бюджет Из бюджета Дадут эти деньги Энергокому Он закупит Там по 10 лей Киловатт В Румынии Это киловатт По 10 лей Продадут населению То есть У нас Какая независимость Будет от этого Из-за того Что мы за 2 лея Не смогли купить У Молдавской ГРЭС Вот от них Независимость Получается Еще и другое Компенсация Они называют Сумму 5 миллиардов Леев В этом фонде Уязвимости Но выясняется Что там нет Этих 5 миллиардов Леев Они ждут Вот эти деньги Там немцы 40 миллионов Обещали Там Евросоюз 100 миллионов Грант Я поэтому и говорю Сначала компенсации Были рассчитаны То есть Если вы не зарегистрируетесь Вы будете Подпадете Под среднюю уязвимость А сейчас нет Ладно В ноябре Уж так и быть Мы это все покроем А в декабре Кто не зарегистрировался Получит исключительно Как вот Самая низшая Уязвимость Я-то думал Что у них Эти 5 миллиардов Есть И они Ну какую-то Компенсацию Людям дадут А добавится к ним То что дадут Вот эти европейцы Западники И еще больше Компенсации А они Вот то что дадут Это вот попадет Как раз в эти 5 миллиардов Вот вас я бы В такой наивности Не стала бы уличать Но как оказалось Но я так понимаю Что в ноябре У нас 90% Покрыто вот этим Немецким грантом То есть в ноябре Они спокойно вздыхают И куда решают Потом идет этот Наверное Европейский грант Там 100 миллионов То есть Ноябрь Декабрь Вопрос решен Пока неизвестные Достигаются деньги Для Но это тоже Мошенническое Вот я посчитал Они компенсируют Только первые 180 кубов газа Да Допустим По 17 лей Вот как они говорят Будет там средняя ставка Это где-то 3100 лей За первый Но чтобы это пить Дом Такой Нужно 300 хотя бы кубов А еще лучше 400 и больше Ну я спрашиваю людей Которых есть автономка И углажаем Да И оставшиеся 120 кубов Допустим до 300 Уже по 30 Это 3600 И получается Под 7000 лей 300 кубов Которые Год назад Или 2 года назад Стоили По 4,6 на 300 Ну где-то 1300 лей При этом они говорят Что они нам помогают Мы прерываемся На короткую рекламу Продолжим разговор Сразу после нее Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 эти ракеты, эту Россию, это единственный выход, война, Россия, все это должно, если будет проговорено, дать необходимые результаты для того, чтобы получить необходимые деньги для отопления электричества. Но проблема в том, что вот этот дискурс, который вначале мы его понимаем, и находим объяснение этому, что она вроде бы в нашу пользу это делает для того, чтобы получить все же эти компенсации, он становится постепенно официальной линией страны, и это уже не по наружку. Это не просто... И этот процесс необратимый. И это может стать необратимым, и мы постепенно превратимся в настоящего врага России, который находится вне зонтика НАТО, и который будет брошен на произвол судьбы при определенных обстоятельствах. И самое главное, что молдаване этого не хотят, это и опросы подтверждают. И в принципе, это не позиция молдавского народа, поэтому можно уже говорить о том, что и давно, что Майя Санду и ее клика просто как бы предают свой народ, потому что они защищают чужие интересы, но только не национальные. Вот генеральная линия партии, собственно. Ну, я уже говорил, действительно, ни румыны, ни молдаване, они не воинственные люди. Ну, точно никто не хочет воевать. Но, кстати, они тоже не хотят воевать. Вот я удивляюсь, почему до сих пор никто из депутатов парламента, правящей партией, из правительства, вместо того, чтобы в безопасности и комфорте сидеть, там и вот такие делать воинственные заявления, не взял и не записался в иностранный легион, это легальное на Украине формирование, и не взял автомат, не одел бронежилет и не пошел воевать, действительно, с русскими. То есть, они только вот говорят, некоторые даже из-за границы, там вот, мы солидарны. Ну, а почему они должны это делать? Они здесь отстаивают интересы. Если быть последователем, выражение Гроссу, Украина нас защищает. Ага, если Украина нас защищает, давайте помогать. Помогите, помогите. Но он не делает этот второй вывод. Он не говорит, что мы пойдем. Да, то есть, они языком больше чешут. Понятно, они так действительно... Они понимают, куда это ведет? Они действительно так думают, действительно, у них такая идея. Но они меньшинство. Вопрос в том, вот, сколько людей, молдаван, граждан Молдовы поверят вот в такие заявления Санду. Я думаю, ну, вот их это ядро такое, я не знаю, сколько оно же сейчас осталось, может, там, до 20%, да. Вот они верят, они готовы. Это мы слышим, что... Слушайте, а как повлияло на их ядро ситуация со сливами? Да, кстати, у меня там умилило в этой переписке, там много чего интересного. Но одна там такая, очень-очень такая либерально настроенная дама, пишет своему знакомому министру, по-моему, говорит, когда русские придут сюда, ты меня предупреди, чтобы я вовремя свалила отсюда. То есть, вот это их, ну, это реально... Вот оно отношение. То есть, нарративы, нарративами заявления. Бывший премьер-министр делает такое заявление. То есть, они сами не собираются воевать, но при этом они не могут соскочить вот с этой колеи антироссийской. Я не говорю, что надо быть пророссийским, там, защищать вот эти все российские подходы. Но это точно не наша война, и, ну, хотя бы не занимать так однозначно вот чью-то позицию в ней. Нас пытаются в этом убедить, фактически, если не с февраля, то с марта, потому что в феврале была еще такая осторожная позиция, но в марте уже маховик был запущен, и скорее этот процесс необратим, как я уже сказала. Ко всему прочему добавляется вот очередное приглашение посла России в Молдове в МИД, дабы выразить ему решительный протест в связи с бомбардировками. Не бы ему распадушку уже бы там поставили в коридоре, чтобы... Вот этот жест уже не первый раз практикуется, собственно. Какую нагрузку он внесет в себе, ясно. Но каков итог этих действий? Ну, я все-таки надеюсь, что наша власть еще удерживается у красной линии. Все-таки, исходя из этих дискуссий, которые я наблюдаю, да, критика России, частично оправданная, но все правильно, не обязательно остановиться 100% на антироссийских позициях, потому что нет мнения молдавского народа, нужно исходить из этого в первую очередь, что тебе не нравится оппозиция России, да. Но, например, Китай, Турция, Индия, Казахстан, все центрально-азиатские страны, они все-таки находят возможность общаться с Россией, хотя им тоже не нравится то, что происходит в Украине, но, тем не менее, нужно сказать, а мы тут... Уз заложников? Мы попали, да, вот в такую неприятную ситуацию, поэтому... Есть еще один момент. Сегодня, вот я читаю новость, встретился господин Миллер с главой государственной нефтяной компании Азербайджана, там как-то его зовут, они обсудили возможности, перспективы сотрудничества, и там, ну, разговаривают люди, договариваются о сотрудничестве, и при этом, ну, однозначно Азербайджану в сто раз более суверенное и независимое, идееспособное государство, чем та независимость, вот, не знаю от чего, которую они нам проталкивают. Да, да. И я хотел сказать про дискурс наших политиков, я все-таки надеюсь, что эти красные линии еще сохраняются. Вот, слушая Гроссу, он говорит, вот, мы уже обсуждали, не будем... Украина нас защищает, но у нас есть нейтралитет, мы нейтральная страна. Мы должны защищать, но мы должны защищать нейтралитет. То есть, он от этого слова... Хотя, вроде, есть ощущение того, что отход от нейтралитета, но, тем не менее, они это слово используют как спасательный круг, видимо, понимая, что если от него отказаться, то уже обратной дороги не будет, и они просто... ну, придется просто воевать, и ничего более. Вот смотрите, власти Приднестровья обратились в ООН и ОБСЕ с заявлением, в котором обвинили Кишинев в энергетическом и экономическом шантаже. Бюро реинтеграции ответило, что ответственность за создавшуюся ситуацию несет исключительно Россия. Энергетический кризис, который столкнулась Молдова, включая Приднестровский регион, вызван не Кишиневым, а необоснованными решениями российской компании «Газпром», которая сократила объем природного газа, поставляемого компанией «Молдова-газ». Таким образом, российская сторона ответственна за создавшуюся ситуацию, в том числе за энергетический и социально-экономический кризис в Приднестровском регионе. Заявили в ведомстве, добавив, что обращение Террасполя нужно было адресовать Москве, а не ОБСЕ и ООН. Господин Чубашенко, как будет разрешаться этот вопрос? Приднестровский никак. Не Приднестровский, а вот у нас ситуация. Вроде были какие-то договоренности, вроде пытались как-то наладить диалог. То есть мы должны понимать, что задача бюро по реинтеграции, так называемому, это валять дурака и не решать Приднестровский вопрос, и не заниматься никакой реинтеграцией. Вот они этим и занимаются. Ну, это было и сказано господине Серебряном, сейчас мы не будем заниматься решением Приднестровского конфликта, потому что момент неподходящий. Украина и Россия, это два гаранта, которые не могут сейчас решить свои вопросы, поэтому никак его и не решить. Но есть вот эти маленькие вопросы, они на самом деле не маленькие, очень важные, и один из них газовый вопрос. И здесь тоже существует полная неясность, причем во многом благодаря нашей стороне. Здесь очень не хочется становиться на стороне Приднестровья. Но нужно признать, что до нас не донесли очень четко молдавскую позицию. Ведь вопрос опять состоит в том, что у нас там 5 миллионов нам дает Россия кубометров. И молдавская сторона сказала, мы сделали хорошее предложение Приднестровью, мы взяли три с чем-то, Приднестровье взяло около двух, там 1,8 миллионов, и мы им сказали, мы вам дадим еще, но вы должны дать нам 40% электроэнергии. И как-то мы, и они отказались, и поэтому мы остались при своих. А оказывается, и все, и ничего больше не сказали. А оказывается, что часть газа оседает в Украине. Вот только мы сейчас начинаем понимать, почему, в принципе, Приднестровье возмущается. Так я не понимал, а что, хорошее предложение вроде бы, газа им недостаточно, но и нам не достает. Оказывается, у нас его, в принципе, хватает, потому что мы его держим для себя. Опять, здесь есть объяснение. Мы держим для себя, мы вправе это делать, потому что мы суверенная страна, а Приднестровье, оно как бы сбоку припекло. Мы платим за газ. Да, платим. Но с другой стороны, нужно понять и Приднестровье. Я уточнил господин Чубашенко, Приднестровье, это же Молдова, Молдова. Как же так? Надо же как-то решать вопрос полюбовно. Там люди, дети, больницы, школы, в конце концов. Да, и поэтому полной ясности не существует. Не знаю, может быть, господин Чубашенко полностью раскроет этот вопрос. Но не господин Чубашенко должен это делать. Абсолютно. Хотя я сомневаюсь, что и господин Чубашенко объяснит нам все в этом вопросе. Нет, нам понятна общая картина. Вот я еще где-то год назад, когда начинались все вот эти споры, когда Спыну поехал впервые доминировать в Санкт-Петербург, тогда написал статью, что фактически эту систему разделить нельзя по мирному, без того, чтобы не разрушилось все. И мы сейчас наблюдаем именно разрушение всего. То есть разрушаются сначала экономические связи, энергетика разрушается. И это может закончиться, вернее, продолжиться разрушением, собственно, государства. И население страдает... Как бы такое впечатление, что всем наплевать вообще на людей. Но политиков... Чемоданы готовы? У меня нет. А у них? Все чаще почему-то приходится слушать такие разговоры. А уж когда вскрываются переписки, и понятно, что все сидят на чемоданах. Ну, известно, что две трети депутатов парламента и членов правительства, они миллионеры. И, в принципе, все равно, какие тарифы, что там происходит, они заплатят за любой тариф. Или две тысячи леви, или двадцать тысячи леви. Но на компенсацию подали зарплату. Да, а, ну, как говорится, копейка рубль бережет. И последнее в этой связи, ближе к шести вечера сегодняшнего дня Андрей Спынов провел телефонный разговор с комиссаром по вопросам энергетики, министром энергетики Румынии, министром энергетики Украины. Обсудили те самые массовые отключения электроэнергии в Молдове и Украине. Мы обсуждаем атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Мы осуждаем, пардон. Россия должна остановить эту несправедливую и незаконную войну. Мы едины и солидарны, проинформировал Спынов, о чем, собственно, шла речь. Вот это просто халват, который, мы произносим это слово, а во рту слаще не станет. В чем реальная помощь, если нет прямой связи с Румынией? Вот он разговаривает с министрами энергетики. Ну, да, это пустые разговоры, потому что реально повлиять родни правительства Молдовы, они, тем более, там, какой-то спыну, но они не могут. Потому что мы наблюдаем, к сожалению, трагические, драматические, исторические события. То есть на наших глазах, ну, ломаются там целые государства, целые регионы. И мы от этого страдаем, мы попали под эти обломки тоже, как побочные пока что, жертва побочная. И он может разговаривать сколько угодно. Ну, Санду прокатил Макрон на своем самолете, там, до Парижа. Ну, и далее и 100 миллионов какие-то несчастные. Ну, не спасут 100 миллионов людей и экономику. А в очередной раз спасение утопающего дело, руку самого утопающего? Нет, тут, чем бы вот занималось ответственное правительство, оно бы постаралось как-то минимизировать последствия вот этих всех событий. И ущерб, которые, вот эти обломки, которые уклонятся от этих обломков, они больше подставлять голову еще под них. Давайте у нас немного времени осталось все-таки перейдем к теме аэропорта. Сегодня Международный аэропорт Кишинева вернулся в собственность республики Молдова. Апелляционная палата вынесла окончательное и вступившее в законную силу решение. С чем нас поздравил министр юстиции и президент, опустив, естественно, тему того, кто голосовал за концессию аэропорта 29 мая 2013 года. Среди прочих поднимала руку и госпожа Санду, против высказался только господин Формузал. Вот как это выглядит все, господин Чурин? Это выглядит очень плохо, потому что не только господин Литвиненко это сказал о том, что возвращение собственности государству, которое желал очень сильно народ. Вот эта фраза, что народ это очень сильно желал, я не знаю, откуда он это вытащил. Тем более, что мы хорошо знаем, что государство плохой собственник, неэффективный менеджер. Но тут было и заявление Майя Санду, мы тоже ее подготовили, о том, что этот аэропорт был отдан криминальной группе и так далее. И вопрос он естественный. Где была Майя Санду в тот день, когда в 2013 году был консессионирован аэропорт? Мы прекрасно знаем, она была там в кабинете. Да есть видео, господин. Да, пока было. Есть видео, Лянка говорит, ребята. И вот это абсолютно, абсолютная ложь. Когда человек, когда ты знаешь, что она была частью, но я бы никогда не сказал, что та группа была криминальной. По крайней мере, я себе не позволю это сказать, пока какой-то судья не скажет. Это было правительство Лянка. Я ее не назову криминальной, потому что нет такого решения. Она ее назвала, эту группу, криминальной, но она же была в этой группе, кроме других. Поэтому то, что они говорят, это, с моей точки зрения, абсолютная и криминальная ложь. И они просто показывают... На голубом глазу. ...своей этой ложью, что они просто нас не уважают, потому что они себе позволяют таким образом формулировать свои мысли. Да. А насчет аэропорта, ну, понятно, что здесь, ввиду всего того давления, которое существует, политического, это, с моей точки зрения, политическое решение. И судьи еще один раз прогнулись. Очень быстро прошло все в этой апелле, в этой апелляционной палате. Это еще не конец песни сейчас. Интересно будет, что будет делать Верховный суд, но если в нынешних условиях, я думаю, у Верховного суда нет возможности маневрировать, им придется тоже выступить. Надо отдать должное госпоже Санду. Она поздравила всю команду, которая участвовала в процессе возвращения аэропорта. Господин Кику написал об этом. Господин Кику будет в пятницу и расскажет нам поподробнее по поводу концессии аэропорта. «Коррумпированная группировка, которая в 2013 году, я цитирую госпожу Санду, незаконно захватила аэропорт, а в последние месяцы пытается дестабилизировать ситуацию в стране, опасаясь потерять награбленное, сегодня потерпела поражение. Мы продолжим реформировать сектор юстиции, чтобы воры и коррумпированные люди вернули все активы, украденные у государства и граждан, и чтобы люди были убеждены в том, что в Молдове можно вершить правосудие». Аплодисменты. Во-первых, формулировка «вернули в собственность государство» неправильная, потому что аэропорт не уходил никуда из собственности государства. Он принадлежал государству, его просто сдали в пользование, в концессию какому-то экономическому агенту, которые потом менялись несколько раз. То есть они отменили соглашение о концессии, которое действительно было легальным соглашением, утвержденным правительством и, по-моему, даже ратифицированным парламентом. То есть это был легальный документ. Если бы среди голосовавших не было бы госпожи Санду, все звучало бы абсолютно нормально в духе борьбы с коррупцией. То есть это криминальная группировка, они должны понести ответственность в соответствии с уголовным или криминальным кодексом. Так логически. Они должны наказать конкретных лиц, потому что кто-то конкретно все это продвигал и принимал эти решения. Но меня как потребителя, в принципе, не сильно беспокоит, кто там собственник в этом аэропорту и в чьейн-концессии. Главное, чтобы там были, оказывались хорошие услуги и чтобы аэропорт хорошо работает. А мы посмотрим эти аэропортовские сборы, снимут те самые? Да, теперь аэропорт, очевидно, погрязнет в судебных каких-то стяжках, в том числе международных. А я вам скажу, консессионер Кишиневского аэропорта, компания «Авиаинвест» назвала незаконным решением апелляционной палаты отклонить ее иск против расторжения договора. А «Авиаинвест» намерена обжаловать это решение в высшей судебной палате, как сказал уже господин Чури. Компания напомнила, что в случае расторжения договора, внимание, о концессии государство должно будет вернуть «Авиаинвест», инвестированный в аэропорт, 90 миллионов евро. И плюс к этому, кто сейчас будет финансировать программу развития аэропорта? Там же в этом плане расширение взлетной полосы, строительство нового терминала и других, это все тоже стоит денег. Теперь государство, получается, очевидно, из бюджета или как госпредприятие из какой-то прибыли своей должно все это профинансировать. Секундочку, эти 90 миллионов евро из чьих карманов будут возвращаться? Меньше, то есть инвестировали около 30, нужно еще инвестировать где-то 60 миллионов евро, потому что эти 90 миллионов… Как говорят социалисты, они прекрасно знали цену вопроса, и поэтому они отошли, потому что не было в бюджете таких денег, они не могли себе позволить расторгнуть договор. То есть я раньше, когда это случилось, изучал этот вопрос, есть разные формы управления аэропортами в мире, да? Есть редко, где бывают чисто государственные предприятия, есть какие-то партнерства, действительно, концессии там, но все это происходит под жестким, разумеется, контролем государства, потому что это очень такая чувствительная сфера деятельности. Ну давайте так, это нажим на Шора, на его партию, тоже было из дьюти-фри и так далее, то ли еще будет. Каким вы видите вообще развитие событий на политической арене после… во-первых, в ближайшее воскресенье будет ли протест, они уже перенесли на будние дни. Как повлияет отключение электроэнергии на протестное движение? Когда народ действительно, потому что народ действительно против текущего положения дел? И, как говорится, всеми аналитиками утверждается, что Шор дискредитировал протесты, никто не хочет к ним присоединяться из политических сил, выходят простые граждане. Да, кому-то за это платят, а кто-то по воле сердца и по нужде. Ну я думаю, что все-таки возможность объединения оппозиции, она существует. То есть пока, да, есть определенное нежелание некоторых партий идти на встречу, например, с партией Шор. По некоторым, может быть, серьезным, может быть, надуманным причинам. Потому что те же вот эти информации, которые мы получаем из Молдова-Ликс, мы видим, что там есть и засланные казачки тоже. И, по крайней мере, имеем право предполагать, что некоторые политики, они ведут такую хитрую игру, направленную на сближение с партией власти. Не будем назвать, потому что, в принципе, мы все за то, вот, по крайней мере, я так думаю, здесь, которые в студию, все за то, чтобы оппозиция объединилась. И она остановила весь этот бардак, который существует в стране. Поэтому есть надежда на то, что оппозиция все-таки объединится раньше или позже. У власти, вот, в таком состоянии, в котором она есть, шансов выжить нет. Потому что легитимности у него никакой. Это самая настоящая потеря легитимности. А не та, какая была у Плохотника. Говорили, что опросы. Но на выборах он всегда набирал приличный результат. В их случае, я думаю, что у них серьезное падение. И они могут выжить политически только за счет двух факторов. Это фрагментация оппозиции и, конечно, сильное давление Запада, которое просто закроет глаза на все демократические правила, на все те идеалы, о которых они нас учили. Смотрите, у них был шанс действительно какие-то кадровые перестановки существенные сделать. То есть, Спыну и Литвиненко попадают под раздачу. Первый, они этого не сделали. Почему? Они же прекрасно осознают. Вы другое имеете в виду. Да, конечно, внутри партии существует серьезный распри. Мы уже понимаем, что есть группа Литвиненко, группа Гросса, группа Спыну. Кто там наносит удар кому? Пока что еще рано об этом говорить. Можно только предполагать, что вся эта кампания была начата для того, чтобы убрать Литвиненко, убрать министра внутренних дел. То есть, по-видимому, они составляют обязательно убрать этого советника Пестенчука, Майя Санду. Это такого серого кардинала, как оказалось. Да, очень влиятельного. Мы его, по-моему, приглашали. Приглашала, да. И вот он ходил, а ко мне не ходил. А последнее время отказывается. И так, прошу, и так. Но это было для Молдова Ликс. Да, но пока что... Я даже не рискую, понимаю, что этого не будет. Но пока что вот все эти удары не настолько сильны, чтобы разрушить эту систему. Они еще держатся. У них есть еще этот инстинкт самосохранения. Но я думаю, что это все ненадолго. Господин Чулышенко, ваши прогнозы. Я не верю. Уже говорится о том, что до весны доживут, далее уже нет, далее уже просто разочется. Я не верю ни в какие... Санду поддержатся, часть оппозиции и уйдет в эту стезю. Реакционные там с пыну Литвиненко останутся совершенно в другом. Ну, в общем, разные сценарии описывают. Я не верю ни в какие досрочные выборы. Американцы не разрешат Санду и ПАС проводить там какие-то досрочные выборы. А в гнев народа вы верите? А в изменение по главным большинствам, например? Ну, это я не знаю, кто там станет у руля этого Титаника. Но Титаник все равно останется Титаником. То есть, что может реально... Да, протесты, оппозиции, они делегитимизируют эту власть и закрепляют у людей представление, что это плохая власть. Но то, что она плохая, это больше делает даже не оппозиция, а сама жизнь. И больше они делают это, меняют представление. Они пришли с одними. Они пришли на этой волне, там такой энтузиазма, борьбы с коррупцией, евроинтеграцией, все такое. Сейчас это все закончилось. Действительно, у них остается путь через закручивание гаек, диктатуру, запрет политических партий. Сейчас они хотят СИБу дать дополнительные полномочия. Ну, хотя, в принципе, мне все равно, я все равно как бы всегда исхожу из того, что меня там слушают, следят. Надо же, а почему так? Это самый верный путь к успеху. Да, говорят, они хотят сократить количество примарий через закон реформы местного самоуправления, чтобы меньше у них было кандидатов, меньше конкурентов. Хотят они изменить кодекс о выборах. То есть, они будут вот такими вот, в чрезвычайном положении, через какие-то репрессивные механизмы. А гнев народа, говорю, здесь как-то вписывается? Нет, гнев народа, ну что, прийти их и смести, в это я не верю. В следующем, я верю в то, что будут вот эти регулярные выборы, если там каких-то совсем уже катаклизмов не случится. В следующем году местные выборы. То есть, они придут потрепанными к этим выборам, и уже люди решат, верят они им, не верят. Для меня интересный вопрос, сохранить ли Санду свой пост в 2023 году, пока я не вижу, кто смог бы ей составить конкуренцию. О, сейчас все на низком старте еще, господин Башкан. Я знаю, кто на низком старте, но я вообще удивился. Вчера мне перечислили 10 кандидатов на должность Башкана, уже потенциальных. То есть, у нас кандидатов и, как вы, недостатков кандидатов нет. На самом интересном месте мы вынуждены закончить сегодняшний разговор, за который я благодарю политолога Корнеела Чур и журналиста Дмитрия Чубашенко. Спасибо вам, дамы и господа. Света нам всем, и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин